Всем привет, меня зовут Павлов Александр, вы находитесь на канале Павлов онлайн. Всем привет, меня зовут Александр и вы находитесь на канале Павлов онлайн. Летом есть практически не хочется, летом хочется либо выпить квас, либо кефир, либо айран, что-то прохладное, либо какой-нибудь холодный суп, гаспаччо, например, а чем же полакомиться? Пироги, плюшки, как-то такую жару делать не хочется. А давайте с вами приготовим итальянский десерт, который называется гранита, лимонный гранит или лимонный сарбет. Для этого нам с вами понадобится 6 лимонов, 300 грамм сахарного песка, 200 миллилитров воды и 50 миллилитров лимончелло, по желанию. С двух лимонов нужно срезать цедру, она нам пригодится для сиропа, а из остальных лимонов выжать сок. Получается, что с двух лимонов мы снимаем цедру и выжимаем сок, и из оставшихся четырех мы тоже выжимаем сок. Цедра нам больше не нужна, цедра только от двух лимонов. Для чего она нам нужна, эта цедра. Берем 200 миллилитров воды, высыпаем в нее в этот ковшин подготовленную емкость 300 грамм сахарного песка. Все это кипятим до закипания, выключаем и бросаем туда цедру. Поэтому цедру особо не мелчите, мелко ее не режьте. Можно просто специальным ножом срезать эту цедру, и этого будет вполне достаточно, чтобы она отдала свой вкус, аромат сиропу. Оставьте сироп с цедрой до остывания, потом процедите. Шесть лимонов мы отжали, сок шести лимонов мы перемешиваем с сиропом подготовленным, охлажденным. А что дальше? А дальше есть два пути. Первый путь это полуавтоматическая мороженица, как у меня, где есть мотор, который крутит специальный венчик. Есть чаша, которую перед применением нужно заморозить. Мы выливаем в эту чашу подготовленный сорбет, граниту, закрываем, включаем. И я обычно на своей мороженице прогоняю это два раза по 20 минут. Есть второй путь. Мы берем удобный лоток, широкий лоток, где-то не меньше литра. Туда выливаем подготовленную основу, закрываем крышкой и ставим морозилку. И не забываем каждые 15-30 минут все это перемешивать вилкой. Почему вилкой? Потому что вилка будет взрыхлять и делать текстуру нашего сорбетом похожа на граниту, на мраморную крошку. И через восемь часов полного остывания она будет готова к употреблению. Наслаждайтесь, делитесь впечатлениями, эмоциями. Этот самый простой рецепт, который приготовит любой человек у себя на кухне. Либо в полуавтоматической мороженице, либо во втором варианте, просто в лоточке, перемешивая, вынимая, замораживая, перемешивая снова. Главный результат, которым вы будете довольны и ваша семья, родные и близкие. И те родственники, либо друзья, которые зайдут к вам в гости, которых вы побалуете, гранитный, лимонный, слимончелло или же без, будут очень рады и счастливы. С вами был Павлов Александр. Остаюсь на связи. Летнего настроения и побольше позитива и улыбок в вашу жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова